Знаете ли вы, что механические часы имели в средневековье такое же влияние на человека, как и мобильные телефоны? А первый в мире будильник мог звонить только в одно строго установленное время – 4 часа утра. С этими и другими фактами о часах можно ознакомиться на новой выставке, которая открылась в детском музейном центре. Одной из первых секретов часовщиков узнала Мария Шалованова. Мы привыкли видеть часы повсюду, в каждой комнате, на улицах, башнях, вокзалах, общественных местах. Они встречаются так часто, что мы уже не представляем свою жизнь без них. А вопрос «который час» – пожалуй, один из самых распространенных. Представления о времени менялись с развитием науки и техники, а вместе с изменением представлений менялись и инструменты их измерения. Ни для кого не секрет, что в наше время очень часто для того, чтобы сориентироваться по времени, люди используют не часы, а сотовый телефон. Это тот гаджет, который нас сопровождает вот сейчас постоянно. И немножечко уходит из нашего быта такое явление, как часы. В то время как их разнообразие и их история – это очень интересная часть нашей культуры, нашей истории. Электронные, кварцевые, механические часы, неразрывно связанные с нашей повседневностью, имеют длинную цепочку предков. И все же сегодня многим людям интересны именно старинные часы. Ведь это не только элементы интерьера, но и символы семейных традиций. Несомненно, посетителям в выставочном зале сразу бросятся в глаза позолоченные бронзовые каминные часы 19 века. Они выполнены в псевдобарочном стиле. Это яркий элемент дворцового интерьера. Тогда мода на барокко немного задержалась в высшем обществе. Очень интересно то, что эти часы не предназначены для того, чтобы они находились в обычном каком-то небольшом частном доме. Каминные часы предназначались для украшения больших пространств, дворцовых пространств. Они могли принадлежать в первую очередь или членам каких-то правящих домов, тем, кто был во главе церкви, например. И это являлась не какая-то частная личная собственность. Это как бы вещь такая статусная была. На интерактивной выставке представлены уникальные экземпляры часов из фондовой коллекции Тверского государственного музея. Кроме того, экспозицию дополняют часы советского периода из частных коллекций. Известные всем наручные часы раньше носилили женщины. Мужчины считали их чисто женским аксессуаром и говорили, что быстрее наденут платье, чем часы. Однако их мнение изменилось во время Первой мировой войны, когда они поняли, что это не только необходимость и функциональность, но еще и удобство. Загадки истории, забавные факты о часовом деле – все это ждет посетителей на новой выставке. А самые маленькие смогут создать свой эскиз часов с помощью цветных карандашей и небольшой подсказки. Осмотреть экспонаты и подробнее ознакомиться с историей часов и времени можно до 15 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok